МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Наши домашние любимцы» смотрите. Травматизм животных, классификация и первая помощь. Груминг золотистого ретривера. Какой фокс лучший, гладкий или жесткошерстный? И как правильно выбрать соседа по аквариуму? Травматизм животных – наиболее распространенная группа заболеваний из всех незаразных болезней, существующих на нашей планете. На его долю приходится до 50% от их общего числа. В большинстве случаев причинами травматизма становятся неправильное содержание животных, неправильное их кормление и неправильная эксплуатация. Травматизм собак в настоящее время имеет широкое распространение среди всех видов пользовательского собаководства – любительского, охотничьего и служебного. Согласно наблюдениям врачей, большинство травм возникает вследствие разнообразных механических воздействий, на долю которых приходится до 70-80% всех хирургических болезней собак и котов. К наиболее распространенным механическим травмам у собак и котов относятся ушибы, раны, переломы и трещины костей, вывихи суставов, разрывы связок, которые в то же время являются часто причиной развития очень тяжелых, а иногда и неизлечимых заболеваний, таких как шок, сепсис, паралич, атрофии мышц. Наименее устойчивыми к повреждающим факторам являются собаки комнатно-декоративных пород, такие как миниатюрные малые пудели, пинчеры, пекинеса, шпицы и вся миниатюра. Основными причинами возникновения у них повреждений являются разнообразные бытовые условия и механические воздействия, придавливание дверями, застревание конечностей в щелях полов, решеток и между другими твердыми предметами. Распространенное явление – это катотравмы, падение животных с высоты. Чаще всего, то есть 99% в эту группу попадают коты, которые выпадают из закрытых окон, балконов наших квартир. Также существуют травмы падения с высоты собак, когда во время прогулки хозяин, не замечая определенного вида препятствий, бросает опорт, собака бежит и попадает, падает в яму. Также во время прогулки и игры с опортом очень часто бывают травматизмы ротовой полости. Также и в группу травматизма попадают наши домашние птички, например, попугаи. Свободно летающие по квартире птица, садясь на открытую дверь, может травмироваться в момент, когда, не замечая птицы, мы закрываем дверь. Очень часто приносят в клинику на осмотр к врачу с травмированной ножкой или травмированным крылышком животное. У охотничьих пород собак преобладающими являются открытые травмы, раны, наносимые дикими животными и реже огнестрельным оружием. Нередки у охотничьих собак и случаи механических повреждений, конечностей при попадании в капканы, проволочные петли. Большую опасность для четвероногих питомцев на сегодня представляют городские улицы. Очень часто собаки и кошки попадают в дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, животные не понимают, какой опасность таит дорога и могут выбежать на проезжую часть. Существуют также еще травмы, сочетанные травмы. Это когда животное, падая либо с высоты, либо попадая под машину, травмирует не только конечности передней и задней лапы, но также есть и травмы внутренних органов. Это грудная клетка, брюшина. Также существует травматизм еще во время драк животных, укусы, покусы, разрывы. Часто бывает так, когда собаки на улице охотятся, разрывают котов. Драки между, в общем-то, выяснением во время свадеб, выяснение отношений у животных. Идет, конечно, серьезное повреждение как и костной ткани, так и мягких тканей брюшных органов и грудной клетки. Если ваше или бездомное животное попало под машину, первым делом не паникуйте. Осторожно уберите пострадавшего с проезжей части, закутайте в одеяло или полотенце. Животное в такой ситуации очень напуганно и, возможно, попытается убежать и даже укусить хозяина. И к таким действиям пострадавшего надо быть готовым. Первая необходимая помощь, естественно, создать покой, снять шок у животного, то есть успокоить максимально, создать покой. И если вы видите, что травмирована одна из конечностей или несколько конечностей, обязательно нужно зафиксировать травмированную конечность импровизированной шиной Крамера. Это можно использовать любую палочку, любую линеечку. Можно, конечно, желательно подложить что-либо мягенькое. Достаточно использовать даже фрагменты своей одежды на древесину и бинтиком зафиксировать, для того, чтобы, в общем-то, не было дальнейших переломов, осложнений, дальнейших кровотечений. И обязательно нужно доставить животное в ветеринальную клинику для дальнейшей диагностики. Обязательно нужно сделать рентгенографию. Животное нужно обследовать на предмет различных других травм, как грудной клетки и брюшных органов. При поступлении пострадавшего животного в клинику будут проведены экстренные мероприятия для предотвращения развития шока и гибели от потери крови. Также обязательно будет сделано рентгенографическое обследование для диагностики возможных переломов костей. Самого распространенного последствия дорожно-транспортного происшествия. Транспортировка животного обязательно должна быть на жесткой, твердой поверхности, но, тем не менее, подложенный либо коврик, либо подстилочка, то есть жесткая, твердая, но и, тем не менее, создание мягкого пространства для того, чтобы не было дальнейшего сдавления травмированных тканей. Ну вот мы и добрались до груминга крупных собак. Это голден ретривер. И у меня сразу первый вопрос. Неужели и этих собак надо стричь? Или вообще что с ними надо делать? Какой груминг для этой породы? И эту собаку тоже стригут. Выстригают лапки тоже, чтобы поменьше было шерсти вот внутри. Убирают шерсть на ушах, здесь на горле. Ну и выставочный груминг еще красиво оформляют линию низа, чтобы не торчало вот здесь, видите, пока не очень красиво. Торчит так называемая трепера. Мы это все оформим красиво. Но сегодня мы проведем просто гигиенический груминг, не выставочный. Тот, который можно дома самостоятельно делать? Да. И вашей собаке летом будет не так жарко, так лепочка. И будет хорошо гулять на улице она. Любая стрижка должна выполняться только на чистую шерсть. Потому что и стрижка тогда лучше, и дорогостоящие профессиональные инструменты целее. Для золотистого ретривера выделяют два типа стрижки. Стрижка гигиеническая и стрижка модельная, в рамках которой существует вариант модельно-выставочная. Гигиеническая стрижка – это комплексная стрижка шерсти для придания собаке в целом аккуратного и ухоженного вида. Для чего стрижется и филируется шерсть на лапах и между пальцами, на ушах и за ушами, щетки на задних ногах и очесы на передних, штаны, а также оформляется линия хвоста и юбки. Но при этом не оформляется линия шеи и не затрагивается воротник. При модельной стрижке золотистого ретривера, ко всему тому, что выполняется при гигиенической, добавляется оформление линии шеи и обработка воротника. При этом длина и густота оставляемой шерсти, а также общий стиль стрижки, могут варьироваться в зависимости от личных пристрастий владельца. Вот смотрите, вроде бы немножко подстригли, Ну, буквально чуть-чуть, не должна быть тоже заметна стрижка у голдена ретривера, но обратите внимание на это ухо и это. Это еще не стрижено. Здесь вот торчит, а здесь ушко посажено. Низко, хорошо, и ничего собаке опять же не мешает. Обращаю внимание опять же, что у любой собаки с висячими ушами надо внутри выстригать. Вот здесь вот шерсть, шепуха, бешак. Ну, вот в принципе и все. Мы сделали то, что хотели. Мы открыли собачке ушки, чтобы они хорошо дышали. Подстригли лапки, чтобы внизу ничего не болтыхалось. Ну, и, соответственно, видите, мы сделали красивую такую шею. Теперь у нас собака с большой глубокой грудью. Красивую сделали линию низа и очень пушистый хвостик. Некоторые обыватели, которые решили завести себе фокс-терьера, спрашивают себя, а какой фокс лучше, гладкий или жесткошерстный? Сложно выбрать, поскольку каждая порода имеет свою изюминку. В гладком фокс-терьере мы видим элегантность и утонченность, возможно, даже немного снобизм. Кажется, что фокс с гладкой шерстью знает, что он был собакой джентльменов и сегодня имеет слегка надменный вид и выражение изгнанного короля. С другой стороны, на нас смотрит одна из наиболее милых мордашек собачьего мира. Немного философ и немного клоун. Жесткошерстный фокс-терьер искрится радостью. И это, бесспорно, одна из причин его успеха. Я думаю, что нет такого человека, который не посмотрел хотя бы раз в жизни фильм «Трое в лодке, не считая собаки». И все прекрасно помнят фокс-терьера по кличке Монмаранси. Но, наверное, не все знают, что это собака или порода этой собаки. Это совсем не та собака, которая была в лодке. Это совсем другая собака. Это, оказывается, не декорация. Не декорация, это очень хороший охотник, но, тем не менее, очень преданный друг. Вот как Монмаранси, Джирока Джером очень хорошо это описал, насколько это преданная собака. Он же и сказал, что ангел заблудился и остался жить в маленьком фокс-терьере. Говорят, что у этой собаки очень сильные челюсти. Очень сильные челюсти. И лучше собачке пальчик в рот не совать. Особенно, когда собачка в азарте играется. Где-то может ухватить очень сильно, но тут же залезать до смерти. В начале 20 века заводчики стали уделять больше внимания уходу за собаками. И с тех пор делом чести каждого уважающего себя собаковода – пес на ринге с ухоженной внешностью. Новые правила ухода за шерстью сделали жесткошерстных фокс-терьеров более приятными на вид. И в то же время подтолкнули многих к их выращиванию ради демонстрации красоты. Не природа выточила этих собак, а именно человек должен сделать из смешного волосатика элегантного фокс-терьера. Эта работа заключается в выщипывании отмерших волос и требует большого опыта. Поэтому лучше обращаться к специалистам, особенно если речь идет о подготовке собаки к выставке. Тщательный туалет диктует наличие профессиональных инструментов, но прежде всего ловких, умелых и уверенных рук. Гладкие фокс-терьеры и жесткие фокс-терьеры, помимо шерсти, чем они отличаются друг от друга? Это же и понятно, что это гладкие, а это не гладкие. Нет, фактически по характеру, по поведению они между собой очень схожи. До середины 19 века даже в Англии не было различия, и их вязали одну породу с другой породой. И, скажем так, и у нас до 70-х годов не было тоже разделения по вязкам. Вязались между собой гладкие и жесткие. То есть здесь только шерсть. Жесткие все-таки в уходе проще. Необходимость тримминговать собаку с одной стороны причиняет некоторые незначительные неудобства человеку. Но с другой, когда удалены лишние волосы, вид собаки, готовой выйти на ринг, радует глаз. Не будем лукавить. Те собаки, которых мы видим на выставках, не имеют такого внешнего вида от природы. У выставочных собак выбивается зад, нижняя часть хвоста, грудь и нижняя область шеи. Потом в работу вступают ножницы. С гладким фоксом также есть проблемы. Он не нуждается в ищипывании. Однако надо помнить, что у гладкошерстного фокс-терьера есть сезонная линька. И кроме этого, колючая и кольчатая шерсть сыпется из него на протяжении всего года. Волоски собаки набиваются в тканевые поверхности и достаточно трудно из них удаляются. Это должны учитывать люди, чувствительные к шерсти. В отличие от гладкошерстного фокс-терьера, жестко-шерстный имеет скрытую линьку. А своевременное удаление зрелой шерсти лишит вас волосяной проблемы, оставит квартиру чистой и сбережет ваши нервы. Что произошло? Почему перестали вязать гладкого с жестким фоксом и произошло такое разделение? Зачем это было сделано? Это уже пошел экстерьер. Просто экстерьер. Собака гладкая, кто любит более гладких собак. И собака жесткая. Ну и все-таки жесткий фокс выглядит элегантнее. Как бы там ни было, вот его борода, его лапы, которые он ставит из-за того, что они выглядят колоночками, они ставятся совсем по-другому, они выглядят совсем по-другому. И на бестах, вот когда на выставках смотришь, действительно жесткий фокс – это яркий представитель. Ну, а гладкий – это больше работяга, даже внешне. Ну, вот этот работяга, он более сейчас популярен, чем жесткий фокс-терьер. Или все-таки мы еще живы теми воспоминаниями о художественных фильмах, где фокс-терьер у нас был жесткошерстный, типа Монморанси? Каждый человек просто отдает предпочтение той собаке, которая ему ближе вот по внешнему виду. То есть и у нас Запорожская область 70-80-е годы была самая фоксячая область в Советском Союзе, а он был очень большой. С чем это было связано? У нас лисы много, очень много. И плюс у нас, вот наши старики-охотники просто отдали предпочтение этой собаке. Собака уравновешенная. Когда с ней договоришься, она очень уравновешенная и действительно друг в семье. И гладкие, и жесткошерстные фокс-терьеры с интересным характером собаки – это настоящие трудяги. Но, несмотря на все это, можно отметить, что эти забавные собачки могут доставить своему хозяину некоторые хлопоты. Хоть представители этой породы и не могут похвастаться большими размерами, отпор они дадут любому животному, потому что каждый фокс-терьер в душе – это лев или тигр. И не важно, кто перед ним – кошка, огромная собака, лиса или кабан. Завышенная самооценка и низкий порог страха и боли позволяют фокс-терьерам впутываться в драки с любым противником. Есть ли какие-то проблемы при охоте, лиса, они ходят на лис, а лисы у нас переносчики бешенства. Что в данной ситуации? Надо охотнику позаботиться о своем питомце или у них какое-то есть противоядие от этого? Противоядия нет, поэтому ежегодная прививка обязательно, тем более бешенство. Если, скажем, к комплексу прививок охотники довольно-таки халатненько относятся, то бешенство делают абсолютно все, потому что, да, бешенства много. Если вам, как владельцу фокс-терьера, не лень будет ездить на притравочной станции и тратить свое время и деньги, то ваш фокс-терьер будет чувствовать себя, будто он побывал на войне. Искусственные норы, живые лисы и енот, кабан и медведь – это масса впечатлений для вашего воспитанника. Если у вас есть загородный дом, где фокс-терьер может свободно носиться, изучая территорию и местных жителей, тогда собака будет абсолютно счастливой. А что еще любят эти собаки, помимо того, что вот поохотятся? Поиграться. Очень любят поиграться. Они очень любят общаться, очень любят бегать. И когда вывозишь их за город и выпускаешь, вот собаку видно только на горизонте. И возвращаются они, даже бегая по пахоте весной, возвращаются полностью с тертыми пучками. Да, собака очень любит побегать. И вот, в принципе, как в «Докторе Дулитово», если помните фильм, «Киньте мне мячик», это тоже наши. То есть мы бегаем до упада? Да, до упада. Если нам нечего делать, то есть нас вывезли погулять, а не поохотиться, мы бегаем, пока не упадем. Но в игру будем завлекать всех, особенно маленьких детей. А как собака понимает, что ее вывезли погулять, вот именно в фокстерьер, а не поохотиться? С фоксом можно договориться, от него не нужно требовать, с ним можно договориться. Если ты едешь гулять, ты говоришь, мы едем гулять. Если мы едем на охоту, собака по собиранию, даже на выезд, собака знает, что ты одел. Собака знает, что ты взял, какую сумку ты взял. С этой сумкой мы едем гулять, а вот с этой сумкой папа едет с нами на охоту. Говорят, что собаки не понимают человеческой речи, они понимают только интонацию, повышенные и пониженные тона, громче, тише. А здесь получается совсем по-другому. Я думаю, что они все-таки читают наши мысли. Где надо держать фокса? В доме или во дворе? Может показаться, что ответ зависит от того, какой длины у него шерсть. Однако это не так. Надо понимать, что шубка жесткошерстного фокстерьера – это быстрее броня от острых зубов. И в поддержке температурного баланса она практически не помогает. Также мы не должны забывать о климатических условиях. Если вы живете где-нибудь на южном берегу Крыма или западе Италии, то фокстерьер может спокойно жить в вашем саду, при этом имея свой уютный вольер. В противном случае его место жительства – квартира или дом. Важно учитывать то, что эти собаки являются прирожденными охотниками и обожают находиться на открытом воздухе. Иногда хозяева, особенно когда идет речь о хозяевах, джентльменах и леди, настолько влюбляются в них, что не могут избавиться от их компании и берут в дом. И в результате именно собака занимает лучшее место на диване и даже немного злится, если хозяйка пытается отвоевать больше одного квадратного сантиметра диванного пространства. Ну а если по телевизору показывают интересную передачу в придачу, то фокс завладеет и им. А как он к другим домашним любимцам, другим обитателям дома? Не могут они стать для него добычей? Может быть, это и охотник? Если ему объяснить, что это не добыча, прекрасно уживается фокс рабочий. Уживается скотом, который пахнет точно так же, как лиса в момент опасности. Великолепно фоксы дома пасут курей и гусей и загоняют их на место, не трогая. При этом всем на охоте он может охотиться и на фазана, и подавать утку из воды. Опять-таки, нужно договариваться. Какая несговорчивая собака? Или наоборот, дипломатичная какая собака? С ней надо только договариваться. А если не договариваясь? Если не договариваясь, в принципе, фокс может сесть на голову. Но не настолько, чтобы прямо стать обузой в доме. То есть собака довольно-таки, и она сама себя ограничит. Она поймет, что вот все-таки не нужно. Это джентльмен. И джентльмен всегда знает, что хорошо, что плохо. В целом, это веселая, активная, смелая и самостоятельная собака. Она очень предана своему хозяину, любит детей. Это хороший охранник в доме, любит погавкать и недоверчив к чужим. Для детей, в принципе, это самый лучший друг. Это один из самых лучших друзей. Главное, ребенку родители должны объяснить, что вы берете живое существо, как любую другую собаку. И что издеваться над ней нельзя. И надо пресекать и собаку. Ненужные действия у собаки, так же, как у детей, надо пресекать. И поверьте, они потом дружат. У нас ребенка нашего вырастил гладкий фокс-терьер. И в школу водил его гладкий фокс-терьер. Я уроки не провела, я проверяла собаку. Если говорить о дрессировке, то с ним необходимо заниматься. В этом случае фокс будет прекрасным компаньоном. Если говорить о здоровье, то собаки с преобладающим белым цветом склонны к глухоте. Так же часто фокс-терьеры болеют дисплазией тазобедренных суставов и аллергиями. Хочется также отметить, что фокс-терьеры обожают бегать без поводка. Только отпускать их можно тогда, когда вы абсолютно уверены, что они никого не покусают и ни за кем не погонятся. Ведь каким бы ни был декоративным и воспитанным ваш фокс, не забывайте, что это прежде всего первоклассный охотник. Выбирая рыбок для аквариума, как правило, мы покупаем тех, что больше всего понравились в зоомагазине, и не задумываемся о сочетаемости видов и условиях жизни той или иной рыбки. Это в корне неверно. Для того, чтобы вы как можно дольше смогли любоваться вашим аквариумом, необходимо правильно подобрать его обитателей. Конечно, соблазн сразу же приобрести эффектного клоуна или загадочную цихлиду бабочку возникнет, но подумайте о том, что всякое желание заниматься аквариумом пропадет, если очень скоро ваши питомцы, не дай бог, умрут. Поэтому всю экзотику лучше оставить опытным любителям. А самим для начала лучше сосредоточиться на гупе, меченол, стакпицилиях, тетрах, радужных рыбках или малинезиях. Вот кто с легкостью простит вам любые ошибки. Начинать лучше с миролюбивых рыбок. Агрессивные темпераментные особи под надзором опытного аквариумиста совсем распускаются и могут серьезно запугать или ранить соседей. Новичкам рекомендуются миролюбивые питомцы или хотя бы особи средней агрессивности, вроде макроподов и цихлит озера Малави. Чтобы их успешно содержать, почитайте описание пород и предоставьте своим питомцам достаточно пространства. Водоросли, коряк и укрытие на случай, если им вздумается разделить территории. Помните, что и мирные рыбки могут поотгрызать чужие хвосты. Поэтому не селите существа, склонных полакомиться чужими хвостиками, вроде тигровых барбусов, с обладателями сокровищ длинных и развивающихся хвостов. Если вы приверженец сомиков, приготовьтесь к тому, что большую часть дневного времени ваши питомцы проведут в укрытиях. А если ждете от аквариума постоянного движения, хотите, чтобы подводное жилище развлекало вас и ваших гостей, выбирайте непоседливых и игривых питомцев, вроде неонов, барбусов, лимонных тетер, ляолюсов или тетер-конга. Сочетать рыбок надо правильно. Железное правило – не селите малюток и гигантов в один аквариум. Даже если большие рыбки спокойны и не агрессивны, малышей они проглотят просто как плывущий навстречу корм. Конечно, рыбы-вегетарианцы, которые в жизни никого не тронут, тоже существуют, но их меньшинство. Во-вторых, не забудьте поселить в подводное жилище нескольких сомиков любителей почистить дно и стекла или рыбок, которые будут подбирать несъеденный корм со дна. Эти санитары аквариума станут вашими незаменимыми помощниками. Конечно, не стоит забывать и об эстетической стороне подводного уголка. Если вы купите по паре рыбок каждого вида, аквариум будет выглядеть слишком хаотично. Хотите, чтобы он смотрелся, как ожившее произведение искусства? Представьте понравившихся рыбок рядом, и вы поймете, сочетаются ли они визуально. А если ваши питомцы к тому же будут сочетаться по цвету, выйдет и вовсе сказка, а не аквариум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова